Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru Давайте я вам расскажу, что происходит с банковскими картами сейчас в Гуа, в Индии, как действовать, где снять деньги Кому-то надо там, как улететь домой из Гуа в Москву Кому-то, как думает, я приеду сюда, банковские карты не работают, Visa, MasterCard российские Что мне делать? Вот максимально постараюсь, дам информацию на сегодняшний день из первых рук В том числе, все это делаю сам Смотрите, карточки Visa, MasterCard российские сейчас не работают нигде за границей, в том числе и в Индии Какая карточка здесь работает из российских банков? Ну, если у вас есть возможность, делайте карточку там армянскую, казахскую Я вот сделал карточку в местном банке, во-первых, это заняло около месяца Ну, пишешь заявление, тебе говорят, через там, она будет готова через несколько дней Приходишь, ну вот, мне дали, например, карточку Рупе, я говорю, мне Visa нужна Visa? Ну, пиши заявление еще через 10 дней А потом, какая проблема была? Пин-код как-то у них нужно, ну, пин-код нужно активировать Ты вставляешь карточку в банкомат сам, и он приходит Какая-то система активации пин-кода не работала Во-вторых, то есть здесь карточку можно открыть в индийских Рупе Ну, вот, более-менее, так скажем так, с тем пакетом документов, о котором я вам потом расскажу Только в индийских Рупе, их мультивалютные, доллары, евро Ну, у меня пока из знакомых никто не открыл Если вдруг кто-то откроет, отпишитесь здесь Поэтому я бы рекомендовал, ну, особенно туристам Ну, просто быстро вы не сделаете индийскую карточку Там, если вы едете на две недели, вам ее просто за это время не сделают Или только к концу вашей поездки в самом-самом лучшем случае Карточку Казахстана, Армении, Грузии Ну, вот, Казахстан я вам скину, пока есть возможность Лучше оформить, так как, к сожалению, многие возможности уже цену Все закрывают, закрывают дальше возможности для граждан России Вот, ну, дальше расскажу о других способах, как-то отменять деньги Что тут вообще происходит Они работают Ну, скорее всего, возможно, информация поменяется На сегодняшний день так Работает карточка UnionPay Из российских банков Знаю, на сегодняшний день ее выдают Почта-банк, Россельхозбанк, Газпром-банк А вот делали люди карточку Россельхозбанка Говорят, что она работает Ну, реально снимали деньги А вот кто делал, по-моему, Газпром-банк Вот не во всех, а вот искали, где снять Как обменять деньги Смотрите, вы сюда приехали У нас, конечно, лучше ехать с наличной валютой Доллары, евро Если у вас был там открыт счет в России до 9 марта Вы их можете снять Что я вам рекомендую делать Но точно не держать в банке Пусть у вас будет наличный кэш с собой Ну, просто пригодится Я даже здесь куплю доллары за рупи Чтобы у меня был наличный кэш Так как Ну, он всегда нужен Он и пригодится даже для поездок в другие страны Если у вас вдруг какой-то возможности нет Возможности снять наличный кэш Сделайте карту UnionPay перед поездкой Россельхозбанк Ну, или другого банка Опять у вас по каким-то причинам Вы поехали вообще без денег Фух Ну, только с рублями Вот здесь есть чаты Очень много чатов Гоа Обмен денег в Гоа Например, в Телеграме наберите обмен денег в Гоа Гоа Пипл группа в Фейсбуке Ну, вам тоже подскажут Просто любой чат в Телеграме Гоа И тут дают и этот Информацию обменяют деньги То есть, или куплю рупи Продам рубли с Тинькова Со Сбербанка Там, с других каких-то банков И ребята говорят Курс, обычный курс XE Такой есть тут обменник XE Бляк рупи Вот, в зависимости от этого Ну, меняют примерно по такому же курсу Ну, кто-то дороже Кто-то дешевле Кто-то вот специально ищет по этим чатам Сидит Например, где максимально выгодно поменять Потому что всегда Что очень хорошо В Гуа, в принципе, это есть Ой, корова Тихо-тихо-тихо Что-то мне Корова на меня побежала Вот Ну, так вот Всегда в этих чатах Есть Тому, кому надо продать рупи Многие индийцы, русские здесь живут Много работают Им нужны рубли для отправки С своим родным В Россию Для ведения бизнеса с Россией Ну, просто для каких-то Своих нужд Для оплаты там каких-то услуг На российских сайтах Вот То есть здесь проблем нету Меняют Курс По По разному курсу Поэтому, если вам нужно выгодно Вот Посмотрите Вот обменник XE Я вам дам Ниже Вот очень часто пишут Обменяю по XE Значит, вот по этому курсу Кто-то сам называет Вот, типа Дам 40 тысяч рублей Синьков Или там Сбербанк Мне надо там 25 Я готов Там получить 30 тысяч рупий 28 Если кто-то соглашается То можно и поменять Ну, как вот 90 Не знаю Какой-то рынок То есть Поскольку договорите Постолько и поменяйте Вот Колон То есть проблем Вот с этим В принципе Нету Также вы можете Ну, какие вот тут Используют люди Например Ну, хозяин За аренду жилья Хозяин просто предлагает Но если проблем Пусть переведут Мне на мою карточку То у меня также Ребята платят Моему хозяину жилья Инди В списке дружественных стран Сюда переводить можно Он дает там Свою карту Переводит деньги Также их, кстати Можно потом и снять То есть на его счет Просто переводят Деньги из России в рублях Они конвертируются в рупи Таким образом Ребята оплачивают жилье Кстати, я иду в кафе Seven Sky Вот здесь Вчера ребята Также просили хозяина Оплатить просто С банковской карты Какую-то услугу Для них в интернете Отдали ему Наличные рупи То есть Варианта В принципе То же самое Вот есть чат По Решикешу По Дели Я знаю Где все То же самое Меняют Вообще Поэтому Индия Вот в этот Непростой период Прям замечательный Страна Ну я считаю Поэтому я никуда Пока не собираюсь Отсюда Улетать Уезжать Ну например Какой здесь еще плюс Вот я сейчас Например Учу английский язык Допустим Договорился там С местным преподавателем Можно за 500 рупи Полтора часа Индийцы Они Это у них Официальный язык Английский Они все Очень Ну по крайней мере Большинство из них Его знают Это второй У них официальный язык Он в школе преподается Что очень Очень круто И поэтому Например Вот я просто Кинул объявления В группу Гоа Пипл Там Хай Ади Вот кстати Ади О котором я говорил Хозяин Кафе Севен Скай Где я так же Люблю сидеть Который так же Вот помог Ребятам Оплатить Свои карточки Вчера Какую-то покупку В интернете То есть С этим проблем Нет Нет вообще Какая обстановка В Гоа Отношения Дружелюбные Относятся Нормально Если адекватный Человек Нормальный человек Вот Ну надеюсь Я вам дал информацию Какие сейчас Банковские карты Работают В Гоа Какая здесь Обстановка Вообще Ну кстати Вот если Например Будут Ребята Из других стран Где банковские карты Работают Например Так же Казахская карта Ну Общайтесь Просто Русскоязычные Чаты Вам помогут Там оплатить Если что-то То есть В принципе С этим проблем Нету Поэтому Мне нравится Гоа Ну все Всем пока Да Кстати Если вам нужна Виза Обращайтесь Мы делаем Электронные Визы Оформляем Под ключ В том числе Там например Виза Один год И виза На 5 лет Стоит Там 40 долларов 80 долларов Визовый сбор Мы это оплачиваем Как я уже сказал Я сам А Как оформить Местную банковскую карту Местную банковскую карту Банк Оверсис Приносите Я Я Оформлял Оверсис Знаю Ребята Оформляли Юнион банк И Канара банк И так Оверсис Приходите Приносите Ксерокопию Паспорта Своего Российского Заграничного Если у вас нет Российского паспорта Пусть у вас Его сфотографируют Вам дома Ваши родные Пришлют Ксерокопию Вы распечатаете То есть У меня даже Просто взяли Ксерокопию И не смотрели Его То есть Хай И не смотрели Его Ксерокопию Российского паспорта Две фотографии Две фотографии Заполняете Анкету Приносите Си-форм Си-форм Это Такая Форма Которую Заполняет Вам владелец Жилья Вы живете Официально Он вам заполняет Вы снимаете Жилье на месте Если вы в отеле Живете То же самое Си-форм Копию Российского Паспорта Копию Иностранного Паспорта Две фотографии Копию Ваши электронные Визы И все Подаете документы Ждете Вот я подал Мне дали карточку Руппэй Но как-то мне Руппэй особо Не нужна Хотя тут Спокойно Выйдем Можешь снимать Я написал заявление И через 7-10 дней Получается Карточку Виза Вот моя Карточка Виза Банк Оверсиз Закрыл пальцем Номер карты Но надеюсь Видно Что это Индийская Карточка Виза И вот Мое имя То есть Получить Вполне Возможно Иностранную С которой Можно оплачивать Везде Покупки В Юнионбанк Помимо этого У меня знакомые Сделали Просят Договор Аренда Жилья Помимо Вот этих Всех документов Поэтому Я в Оверсизе Что там Просто Поменьше На один Документ Договор Аренда Жилья И копию Паспорта Владельца Этого Жилья Ну да Оно их Скажет Тип Сложный Ну смотрите Индийцы Тоже Понимают Что Сейчас Проблемы Карточки Не работают Кто это сделает Тому У того Скажем Люди Будут жить И платить Ему Поэтому Они идут На это В Канарабанк Примерно Такие же документы Вот что Самое интересное Мы ездили В Канарабанк Нам Что-то Такую кучу Назвали У нас Знакомые Ездили в другой Офис Канарабанк Им спокойно Сделали карточку То есть Иногда Вот еще Это Индия Иногда Индийцев Просто лень Заморачиваться С русским Туристом Кучу документов У него собирать Проще его Ну Что-нибудь Ему сказать Чтобы он Не сделал Поэтому Вот Мой вам совет Сходите В разные банки Даже если Один и тот же банк Сходите В другое отделение Ну да Надо проехаться Я тоже проехался Потратил на это Два дня Но вот Сделал банковскую карту Надеюсь Вам было полезно Это видео Ну Банковский счет И банковскую карту К нему Смотрите Меня очень много Часто спрашивают Задают вопрос Пишут в соцсетях Честно Ну просто Нет времени На это ответить Так как Куча работы Бизнеса Инвестициями Занимаюсь Сейчас здесь Активно изучаю Английский Так как Надо переходить На англоязычный Контент Писать видео Делать статьи На сайте Так что Ну у меня Сотни сообщений И в соцсетях Я не отвечаю Здесь возможность Я отвечу Под этим видео Вот у меня Многие спрашивают Как пообщаться Хотелось бы Поговорить Ребята Без проблем Вот я плачу За английский Например Регулярно Каждый За каждое занятие Пожалуйста 30 минут Консультации Цены Я напишу Ниже От 40 Где-то Долларов Будет Если кому интересно Посмотрите Мы можем Созвониться С вами По Ватсапу По Телеграму Я вам Все расскажу Все Что знаю Агуа Что смогу Рассказать Больше Проходит С вами Борис Сколов Сайт VisitSan.ru И до встречи В следующих видео Пока-пока